Хей, йоу, друзья! Мы с вами на море почти зимой. Именно в этом выпуске я расскажу, чем стоит заняться на отдыхе вне сезон, а где я встретилась с дикими фэйлами. Смотри это видео до конца, будь активен в комментариях, подписывайся на канал, если этого еще не сделал, и погнали! Это конец октября, начало ноября. Здесь плюс 23, прекрасно. Есть еще такие побольше, я взяла маленькие. То, что мне нравится в этой части города. Здесь снимать эту зону вообще нельзя. Сегодня 26 октября, понедельник. Мамочка очень устала, мамочке нужно отдохнуть, поэтому мы отправляемся к морю. Как вы думаете, далеко мы улетим? Все, мы прилетели в лето, в солнце. Плюс 23 градуса. В Москве, когда мы улетали, было плюс 8, 10. Здесь плюс 23, прекрасно. Это конец октября, начало ноября. Не знаю, хочется сказать, мы счастливы в пуфе Дома-2. Но приключения только начинаются, поэтому следите. Начну с того, что когда летишь на курорт как бы вне сезон, рассчитываешь увидеть пустые набережные, занятых работой местных жителей, ну, максимум пенсионеров на лавках. Ну, я, по крайней мере, именно так себе этот отдых и представляла. Но не тут-то было. Людей в этот раз было, ну, совсем чуточку меньше того, что я видела в прошлом году летом. Следовательно, уединенной расслабляющей прогулки под шум волн у меня так и не случилось ни днем, ни вечером. Зато само море и погода, безусловно, порадовали. Вода такая, скажи, мама, вот ножки помочить, самое оно, пописку походить, кайф. Ну, вот купаться бы я в ней точно не стала. Холодновато. Если честно, еще вот слабо помню такой момент, был ли в прошлом году запах от моря, но в этом году абсолютно точно. Могу сказать, несмотря на то, что это конец октября, начало ноября уже, почти зима на минуточку наступает, конец осени. Запах моря просто сумасшедший. Просто приходить сюда, даже вот так вот, походить по морю и понюхать море, дорогого стоит. Еще мы попали в сезон чемпионата по яхтингу. Очень много яхт. Но помимо этого я загуглила. Здесь очень развит серфинг и прогулки на сапах. Поэтому если в гидрокостюме, вот так вот на сапе, то, в принципе, вообще самый офигенный сейчас период для вот этого. Дальше, как любитель всякой на газетной еды, я не могла не затестить местный гирос, который спрятался за углом от центральной набережной. Его еще в прошлом году рекомендовал мне один приятель, такой же, как и я, любитель шаурмы. Тем более, судя по количеству местных заказывающих в этом заведении, завертончик должен был быть тот еще объедение. Не знаю, какой должен быть на вкус настоящий гирос. Прикольный соус, на самом деле, такой майонезно-зеленый, картошка, курица. Наверное, еще со свининой его едят, но я не ем свинину вообще. И лепешка поджаристая. Довольно-таки хорошо. Есть еще такие побольше. Я взяла маленький. Буду кушать, пойдемте со мной. Приятного всем аппетита. Если вы еще не кушали, то обязательно покушайте. Всем гироса. Я вам так скажу. Быть у моря и есть какую-то еду в парке, например, ну, такое себе. Поэтому я взяла вот этот вот пирожочек, гирос, с собой и пошла есть, как правильные приморские люди. Горю. Сейчас еще 5 копеек про гирос. Уважаемый повар, если ты смотришь это видео, все бы ничего в твоем кулинарном шедевре, кроме одной детали. Соус, который ты так старательно сосредоточил в самом начале лепешки, лучше распределить по всей длине. Так реально вкуснее будет. И вторую половину не придется давить со сухотой этой начинистой. Если вы хотите в такую же погоду посидеть возле моря и покушать спокойно свой гирос, нужно все-таки одеваться чуть-чуточку, да потеплее, потому что все-таки вот сегодня, например, как-то не очень жарко, немножечко холодно, и я даже маленько замерзла. В Геленджике, согласно вот этому моему пребыванию, хочу сказать, что самое шумное место – это набережная. Не пытайтесь здесь найти удинение, тишины даже вот в конце октября. Перед тем, как расскажу, что там дальше за фейл, давайте прервемся, чтобы лайкнуть это видео. Теперь поставьте его на паузу и напишите в комментариях, какой из российских курортов вам нравится больше всего и почему. И после этого погнали дальше. Еще один фейл этой поездки – поход в океанариум. Абсолютно на всех экскурсионных сайтах в обязательном порядке он рекомендуется к посещению. Ну, и именно поэтому я туда и пошла. Разумеется, с Дон Никитоном. Но точнее, если вы или ваши дети вообще никогда не были в океанариумах, и вы вполне стойко переносите вид животных в клетках, то, возможно, вам и понравится. Я сама очень впечатлилась одной только акулой на самом входе. Дон Никитон же, ну, хотя смотрите видео сами, дальше все увидите. Стариковые. Но они не такие интересные, конечно, как акула. Они вообще не интересные по сравнению с акулой. Ой, что тут за рыбы такие? Какие они? Хоть запальчик хочет укусить. Ам, ам. Ой, ой, ой. Ой, ой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ненавижу крокодилов, ненавижу жуткие, они вообще ужасно просто... Уморился мой ребенок, да? Тут очень душно, скажи... Я вам без шуток скажу, здесь ужасно душно, здесь он даже словно Никитон уморился, просто лежит, отдыхает, и здесь на самом деле как бы так достаточно спертый воздух, что-то вообще не проветривается. Это, пожалуй, будет самый короткий репортаж о моих каких-то путешествиях, приключениях Эвер, потому что здесь вообще практически нечего смотреть. Не очень было весело смотреть на общее состояние самого заведения. Слышала, как одна мама на входе жестко отказывала своей дочке повторно посетить океанариум, так как в прошлый раз вышла вся в слезах. Я так скажу, подобные походы в нашем семейном бюджете числятся как расходы на благотворительность. Кто знает, может, боги увидят это видео и сжалятся над бедными рептилиями-зверушками и пошлют им более чистые, просторные и благоустроенные дома. Ну, или спонсоры хотя бы. Все, теперь точно перехожу к приятному, ну или точнее покажу вам свою самую любимую часть города. Если вы собираетесь в Геленджик первый раз, то я бы рассматривала вариант обитания в районе Толстого мыса. Я обошла практически все стороны бухты, и этот мыс, ну просто топчик. Дальше видео расскажу почему. Есть у этого района, конечно, один значительный минус в сезон. Дикий наплыв туристов. То есть, таких же отдыхающих, как и вы, вокруг будет много. Ну, точнее как, они будут везде. Просто в этом месте, помимо людей, у вас еще будет цивильный по европейскому стандарту жилой комплекс, максимально приближенный ко всем модным кафешкам район, дополнительная набережная с видом на открытое море и, по моим меркам, самая спокойная часть пляжа. Правда каменистая, но тут опять-таки все на любителя. Лично мне нравятся такие. Но самое главное, друзья, то, что мне нравится в этой части города, это вот это. Музыка. 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 Сами посудите, идешь по благоустроенной приятной набережной. С одной стороны, современный стильный райончик, с другой стороны, морюшко. Не просто там какой-то в бухте, а именно открытое, просторное. То есть, вышел, посмотрел, насладился, зарядился. Для тех, кто мотивируется масштабами, замотивировался масштабами, единственное, что мне не нравится на всех абсолютно набережных линжиках, то это колонки с музыкой. Музыка очень часто бывает не очень, а звук в этих колонках просто трындец. И видео записывать, конечно же, неудобно. Так, есть в Геленджике в сезон очень важный момент, который, насколько я знаю, пока еще не решен. В середине дня из крана перестает течь вода. Вообще вся. Там много мифов, связанных с этим, но самая официальная причина в том, что в городе не хватает скважин, рек, озер, обслуживающих такое количество людей, которое потребляет воду во время туристического сезона. Также город во многом зависит от выпадающих на него осадков. Если год был засушливый, то вообще, пиши, пропало. В общем, я проверила. В преддверии зимы такой проблемы нет. Есть другая в виде не очень хороших котлов, которые устанавливают сами хозяева сдаваемых квартир. Но это уже нюансы и не везде так. Решила протестировать здесь, пока нахожусь. Стоят очень много шерингов с самокатами электронными. Есть. Я однажды брала совершенно случайно не электронный обычный. Он, конечно, вообще неудобный. Что еще приключения? Ну, вот для начала нужно установить на телефоне приложение вот этого самоката, либо отсканировать на айфонах. Мы сканируем фотографиями. Сканирую. Открывается окошечко. Вот оно, приложение. У меня уже установлено. Сканировать для аренды. Нажимаю. Платишь 250 рублей, получаешь 250 рублей. Ну, попробуем. Это тестовый у нас. Ну, вы уже увидели, да? Без мучений не обошлось. Пришлось мне немного покопаться в настройках, чтобы понять, как привязать карту. Слава богу, с пятой попытки все получилось. Итак, погнали. Сканируем теперь QR-код еще раз. На правой ручке самоката. Вот он. Недоступен. Класс. Давай вот этот. Поминутно. 3 рубля минута 30 рублей. Давайте поминутно активируем. Активировать. Мне есть 18, облезаюсь. Окей. Итак, 4-6-4-3 набираем. Код мне сказал такой. Друзья, я первый раз еду на этом самокате, так что не следите строго. Надеюсь, что произойдет без эксцессов. Ну, вроде бы все не так страшно, погнали, короче. Прелесть этого вида транспорта в том, что максимально просто можно посетить гораздо больше мест. Заглянуть, например, на набережную, где готовятся к соревнованиям яхтсмены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом заехать в любимую кофейну, чтобы открыть для себя новый, самый ароматный из всех, что когда-либо пробовала сорт кофе. Продолжение следует... Залипать в окно, в конце концов. После всего этого собраться и поехать домой за вещами, которые нужно было взять с собой на процедуру. И потом уже найти официальную парковку самоката, максимально близкую к месту, куда я собиралась заглянуть. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, час 35, 343 рубля, по-моему, если не ошибаюсь. Минус в том, что хрен найдешь по этой карте парковку для этого самоката. Я задолбалась, где-то одну пропустила. В общем, сейчас бегу дальше на процедуры из-за этой фигни, немножко опаздываю, если честно. В целом, по улицам Геленджика ездить немножечко страхово, потому что они достаточно узкие. Ты едешь прямо достаточно вплотную к машинам. По пешеходным дорожкам ты не поездишь, потому что они вот такие вот узкие. И вообще тут для пешеходов не супер предназначено, на самом деле. Место по пешеходным дорожкам ты не поездишь. А вот по набережке, конечно, самое оно, кроме одного момента. Там плитка, и ты едешь, как по... тебя колотят, ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вот, в общем, короче, вот так вот. Вот такие самокаты в Геленджике. Это был мой первый раз. Еще масса вопросов у меня осталось. Я обязательно про самокат-шеринг запишу потом отдельный выпуск, и это будет, естественно, в Москве. Хей, йоу, если хочешь видеть продолжение этого выпуска, в котором я расскажу все, как есть, про экскурсии на джипах в горах, подписывайся на мой канал. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Обязательно поставь лайк этому. Пока смотри другие мои выпуски, если еще не видел, и увидимся с тобой в следующих видео. С вами была Яна Алексеева по наехавшей влог. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok